Здравствуйте! Привет! Очень приятно. Ребят, вопрос такой к вам. У нас все-таки у университета не развлекательная программа. И вокруг нашего университета есть очень много различных мест, с которых можно приятно провести время. Вы сами знакомы, наверное, с такими местами, как Антикафе. Ты приходишь туда с людьми, и ты занимаешься там всем, чем угодно. Но ВУЗ, мне кажется, это не то место, как бы, чтобы вот такие мероприятия там проводить. Как вы считаете? Ну, смотри. Во-первых, в Антикафе требуют деньги. То есть, у многих студентов, возможно, их просто нет. Во-вторых, допустим, в Антикафе то же самое, некоторые студенты могут куда-то поехать. А насколько ты помнишь, не так давно произошел взрыв в метро, в котором студенты могли просто передвигаться, чтобы куда-то поехать в какой-нибудь Антикафе. То есть, им не нужно выходить за пределы ВУЗа, чтобы... Что? Хорошо. Давайте без терактов, без грустного. Да, хорошо. То есть, студентам не нужно выходить за пределы ВУЗа, чтобы куда-то добежать. То есть, им, по сути, в шаговой доступности можно из зоны отдыха пройти на пары. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Подождите. Давайте девушке дадим. Она тут хотела. А вы же сказали, можно вопрос. Ну... У вас второй вопрос? Ну, подождите, он первый еще задает. Уже проводилась игра «Что, где, когда». Я один раз сюда пришел, там сидело пять человек. Вы также хотите провести вечер с техков. Ну, я думаю, примерно столько же и будет собираться. Но, насколько я понял, суть проекта для того, чтобы организовать просто комнату отдыха с играми, пуфиками, и чтобы было весело, классно. Мне кажется, будет то же самое, что в библиотеке. И прийти туда пожрать, повеселиться, простите, поесть. Перекусить. Ты не понял главной мысли этого проекта. Главная мысль заключается в том, чтобы разгрузить библиотеку, чтобы перенаправить поток студентов, которые не занимаются там учебной деятельностью, в эту комнату. Мне кажется, ничего не изменится. Я понял. Которые там не ловят. Мне кажется, что... Сейчас, секундочку. На вечер поэзии должно прийти, мне кажется, не пять человек, а гораздо больше. Я помню вечера поэзий, которые собирали огромные аудитории в стадионы, когда выходили поэты и перед стадионом выступали. Может быть, поэты послабже стали? Потому что, я знаю, даже здесь присутствующих есть ребята, которые пишут стихи. Мне кажется, что надо о них тоже говорить. И, может быть, даже опубликовать сборник студенты-поэта военмеха. Почему нет? Так, вопрос здесь кто-то хотел задать? Да, пожалуйста. Как я понял, вы хотите сделать комнату для собрания каких-то студенческих объединений, для обсуждения каких-то вопросов? Если я простой студент, у меня нет пары, я прихожу туда, хочу расслабиться и сидеть в тишине. И там собрание вот этого студенческого объединения. Какой мне плюс от этой комнаты? Ну, а что тебе поменьшает расслабиться? Наверное, произвести психологическую разгрузку, будем говорить таким языком. Смотри, собрание обычно будет после пар. То есть, свободное от них время. Я думаю, что у тебя пары в основном в первой половине дня. Нет, нет. Если вторая половина дня. Второй? Да. Сочувствую. Вот, к Василии придете расслабиться. Ну, да. Смотри, во-первых, это будет не каждый вечер. То есть, это будет какой-то определенный день. Так. Подождите. Нет. Подождите, у нас еще... Давай так. Три вопроса. И время. Ребят, такой вопрос к вам. А где вы все это планируете организовывать? Вы понимаете, я сейчас это говорю. Вы понимаете, что в аудиторию по месяцу, ну, человек 30, наверное. Если вам дадут по постоянной основе. А большие помещения у нас, как бы, все заняты. Это спортзал. Актовый зал. Ну, как бы, вам никто их не даст. Где все это планируется делать? Кто сказал, что актовый зал не дадут? Актовый зал, может, и дадут. Актовый зал отдадут под пуфики, печеньки и кофе? Ну, мне кажется, что вряд ли. Приходите чаще в актовый зал. Там есть другие помещения. Да. Хорошо. Так, еще. Ваш вопрос. Пожалуйста. У меня их будет даже два. Первый вопрос про кинопроект. Вот представьте, я учился целый день. Я устал. И вдруг мне говорят, давай пойдем посмотреть фильм. Я лучше домой поеду, чем буду смотреть этот фильм. Или в ту же самую общагу пойду и там закачаю на интернет фильм или по интернету онлайн посмотрю. Я задаю вопрос, он звучит так. Что вы будете делать, если не будет набираться того количества народу для просмотра кинопроекта? Все люди устают, а он будет происходить вечером. Каким образом? Подожди, подожди. Как кинотеатр. Подожди, ну, ты же вечером можешь пойти в кинотеатр? Почему ты не можешь прийти бесплатно посмотреть фильм? Ты вечером тоже можешь устать и прийти? Подожди. Зачем тогда вечером ходить в кинотеатр? И почему тогда, по-твоему, в кинотеатре вечером цены возрастают? Потому что именно вечером люди ходят в кино. Чтобы расслабиться. Я смотрю новый фильм. А у вас будет старый фильм. Вы будете проигрывать. Я куплю билеты на новые фильмы. А где вы дистанцию возьмете? Зачем? Так, я прошу прощения. Здесь, я так понимаю, надо подумать насчет кинотеатр. Для показов есть нестыковка с авторским правом, мне кажется, может возникнуть. Но есть огромный список фильмов без авторского права. Здравствуйте, ребят. Я хотела спросить такую вещь. Вы сказали, вы хотите разгрузить библиотеку. То есть человек может прийти в любое время. Теперь вы говорите о том, что эта встреча будет раз в неделю. Какая информация верная? Вы хотите разгрузить библиотеку или встреча будет раз в неделю? Это было про мастер-классы, что они будут раз в неделю. Да. Мастер-классы раз в неделю. Так, спасибо большое. Спасибо. Наверное, мне кажется, что такое помещение может быть. Вопрос другой, что оно может быть многофункциональным. И, наверное, да, может быть, там быть некая часть этого помещения с пуфиками, бесформенной мебелью, некая часть, может быть, с телевизором или проекцией прямо на стенку, чтобы можно было смотреть со всех точек. Наверное, там может быть и электронная библиотека какая-то, да, чтобы заменить библиотеку. И, может быть, эта комната даже будет работать 24 часа в сутки. И за стенкой через какую-то тайную дверь там будет еще сидеть психолог, лучше, чтобы можно было проводить все-таки психологическую разгрузку. Как бы, да? Он для того, чтобы не было дизайн аER изцепиум про кто-то все это воспринимает 느�しょ? Как про странно? Так, я видите, у него библиотеку Bali все-таки Made пер juicy CI 44 анкbat-7 технологии, там ещё электронная библиотка old-тик, Продолжение следует...